Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Евгений Сафронов, писатель, журналист, лауреат премии имени Ивана Александровича Гончарова, кандидат филологических наук, автор более 30 научных публикаций. Область научных интересов Евгения Сафронова — это область непознанного. И в своих научных работах как фольклорист Евгений Сафронов исследует и сновидения, и необыкновенные впечатления людей со сверхспособностями. И эти научные исследовательские работы стали основой для многих художественных произведений Евгения Сафронова. Но об этом лучше он расскажет сам. Предоставляем слово нашему гостю, писателю Евгению Сафронову. Добрый день, меня зовут Евгений Сафронов, я живу в городе Ульяновске, писатель, кандидат филологических наук. Вот сегодня расскажу немного о себе и о своем творчестве. Так получилось, что помимо того, что я пишу художественные тексты, я еще и немного исследователь. То есть пишу, создаю научный текст. И вот уже более 20 лет я путешествую, езжу по Ульяновской области, собираю фольклор, так называемые «былички». Это рассказы о сверхъестественном, то есть о встречах с оборотнями, колдунами, дымовыми, НЛО и тому подобное. И вот эти два моих жизненных интереса, я считаю их основными, и они как бы подпитывают друг друга, и можно сказать, что не дают умереть одно направление другому. И вот в связи с этим очень часто меня спрашивают, почему так получилось, что вот именно такие интересы? Или как один из учителей моих спросил, Евгений, ну когда же ты начнешь наконец писать нормальную реалистическую прозу? Ну, вопрос на самом деле такой забавный. Почему? Потому что я не припомню ни одного своего текста, я имею в виду прежде всего художественные рассказы, повести, романы, которые бы не основывались на реальности. Вся заковыка в том, что несмотря на их, так сказать, фантастичность, мистичность, они так или иначе основаны на встречах с реальными, живыми, очень интересными людьми. И вот я бы хотел, так сказать, организовать нашу беседу, свою самую презентацию на основе конкретной книги, сборника. Вот его еще, к сожалению, нет, но эта книга должна появиться в этом году, скорее всего, она будет издана в Казани. И вот вошедшие в этот сборник произведений, они как бы очень хорошо иллюстрируют и мои интересы, и, собственно, может быть, скажут упорядоченно, структурированно о моем творчестве. Этот сборник называется «Город У». И я вот последовательно расскажу о нескольких наиболее интересных произведениях, которые в него вошли, и тем самым заодно и о себе. Вот одна из повестей достаточно крупных, на сегодняшний день она одна из моих самых любимых, называется «Знахари. Детские законы». Она вот пока издана только в аудиоварианте, то есть ее можно найти в интернете именно как аудиокнигу, а вот впервые в бумаге она выйдет в сборнике, о котором я говорил выше. О чем эта повесть? Прежде всего я хотел бы рассказать о предыстории. Где-то года три назад мне позвонила на телефон женщина, назовем ее Анной, она почитала в одной из ульянских газет мою заметку о встрече с местным целителем. Он живет в Ульянской области, очень известный человек, который произвел на меня очень большое впечатление, назовем его тоже условно дядя Витя, и она спросила меня, где он живет, то есть спросила как журналист, который писал об этом. И я сначала ей не сказал адрес, потому что я вообще не хотел бы, чтобы меня использовали как справочник о целителях, потому что, я вот не упомянул об этом, я более 20 лет занимаюсь вот в том числе и темой знахарей, и очень часто ко мне обращаются именно в связи с этим, то есть узнать, где живет тот или иной целитель. Но потом я все-таки назвал ей адрес дяди Витя. Почему? Потому что у него, он относится к тому типу знахарь, у которого такая большая клиентская база, условно говоря, то есть его не особо опечалит, напряжет, если к нему придет еще один человек. И вот с тех пор мы год с ней перезванивались, а потом уже вместе поехали к нему. И это послужило таким мотивом, мотиватором для написания повести. А с этой сцены начинается, собственно, эта повесть. Почему это значимо? Дело в том, что я, как исследователь, уже более 20 лет ищу таких людей, тех людей, которых называют экстрасенсами, знахарями, целителями, и беседую с ними на определенные темы. То есть в основном меня интересует, как они пришли к этому. А этот человек, Анна, она ищет с другой конкретной целью. Дело в том, что ее в свое время, как она считает, испортила свекровь. Там была такая конкретная порча, связанная. В общем, ей представилось, что она в видении просверлила ей спицы, там такое достаточно жуткое видение было, точку в голове. И вот она уже более 20 лет пытается избавиться от этой порчи. И таким образом вот два таких сюжетных, две сюжетных линии сомкнулись. С одной стороны, исследователь, в книге он назван Лешей, а с другой стороны вот Анна, которая ищет тех же людей, но с другими целями. И вот на этой конве выстроена эта повесть. И еще что любопытное, туда вошли мои детские впечатления о столкновении с необычными. Они совершенно различные. И вот таким образом Леша взрослый, Леша в детстве говорит и наблюдает чудесное с разных точек зрения. Вот как бы напряжение между этими двумя линиями рождает сюжет. Я буквально вот прочту два абзаца, чтобы как бы понять стиль, был более понятен стиль этой повести. Это самое начало. Глаза тонули в небе. Облако напоминало лицо воздушной девочки, ангела. Я смотрел на нее, и мне казалось, говорил с ней о чем-то. Троллейбус выплевывал из сине-белых дверей одного пассажира за другим, а я обходил его спереди, смотря на расплывающиеся очертания облачного девичьего лица. Эта привычка смотреть на небо была моим суеверием, одним из многих. Нельзя наступать на края уличной брусчатки, а иначе с мамой приключится беда. Надо обязательно положить в чай именно одну ложку сахара, а не две. Или в школе ждет плохая отметка. И надо почаще смотреть в небо, так как там энергия, сила, нужная для жизни. Если у вас в детстве никогда не мучили подобные страхи и представления, я вам завидую. Моя же голова в 9 лет порой пухла от придуманной паутины странных примет. И вот дальше рассказывается, что переходя, мальчик попадает под машину, тормозной путь почти более 5 метров, собирается народ, потому что там рынок, рядом магазин, и на нем оказываются ни царапины. И вот таких странных случаев встреч, необычных каких-то спасений было множество. И вот постепенно вот эти лирические отступления чередуются с исследованиями знахарей. И таким образом в какой-то степени дается ответ, почему, собственно, автор занимается этими темами. Вторая повесть, кстати, вот стоит буквально одно предложение сказать, что меня такие люди интересуют не только как знахарь, но, например, как предсказатели. Этому посвящена другая моя повесть, не вошедшая в этот сборник, о Ирошкине, предсказателе из Кувая. Десять лет я записывал от его родственников, и там тоже получилось любопытно. Следующее произведение, оно показывает немного другую грань моих интересов. Называется «Помайло, село которого нет». Ну, здесь нашло художественное воплощение в другое мое направление, интерес к заброшкам, заброшенным объектам, городам и селам покинутым. Стоит сказать, что, например, в этом году мы с друзьями проехали более 4,5 тысяч километров, путешествовали, конечной целью был Северодвинск, Ахановская область, проехали очень много областей, районов. Вот такое впечатление, что, конечно, Россия у нас наполовину заброшена. Мы посетили не только заброшенные села, на севере они сохраняются, в том числе и дома, просто некому растаскивать это. Ну и, например, заброшенную обсерваторию, радиообсерваторию советскую, в которой когда-то исследовали сигналы от внеземных цивилизаций, это Нижегородская область. Ламповый завод, который сейчас находится посреди болота. И вот эти впечатления, они, возможно, тоже каким-то образом воплотятся потом. Вот что касается Помайо, сюжет там очень просто. Два собирателя монет едут в село, по их мнению, заброшенное с металлоискателем, и вдруг оказывается, что село не совсем заброшенное. В каком смысле? Оно, оказывается, наполнено жизнью оставленной. И там есть церковь, остатки церкви, есть последняя изба жителя. И они там сталкиваются, с одной стороны, с реальностью, с последним жителем этого села, который считает их мародерами, а с другой стороны, с инореальностью, которую можно пояснить следующим фрагментом из этой повести. Был такой поворот по дороге из Ульяновска, который он про себя назвал Мой. С каким бы настроением он ни выехал из города, как бы у него ни болело и ни ныло левое плечо, впоследствии одной охотничьей истории, когда до моего перекрестка оставалось несколько километров, сердце его ускоряло бег, и губы сами растягивались в улыбку. Именно здесь, в Усть-Урении, они отгуляли свадьбу с Машей много-много лет назад. Столовая как раз была недалеко от поворота, сейчас там располагались мелкие забегаловки. Опять на охоту спрашивал его Валя, внучка Екатерины Сергеевны, той самой Катик, за которой он ухаживал давным-давно, еще до того, как встретил жену. Федорович важно кивал и садился за свой любимый столик возле окна. «Там хоть чего-нибудь осталось по Майву-то вашим?» Снова слышал он звонкий Валин голос. «Осталось», — отвечал он, — «церковь стоит и кладбище. И вот ведь странность». «Что за странность, Николай Федорович?» Валя уже спешила к соседнему столику, куда приземлились два дальнобойщика. «Странно, Валя, то, что сейчас самая живая часть села — это кладбище. Туда еще приезжают, за могилками ухаживают. Кто-то даже подкрасил забор и ворота в прошлом году. Понимаешь, для живых села уже нет, они его бросили, а мертвые родной земли не предают. Никогда». Вот это вот, кстати, реальная основа вот этой повести — это наша попытка сделать фильм, снять фильм. Про Помаева мы более трех раз ездили туда, ночевали в палатках, знакомились с местными змеями, которых там множество, и как раз ездили с последним жителем туда, машинистом, он стал прототипом этой повести. Логично перейти к следующему произведению этого сборника, заглавному, который называется «Повесть город У». Вот, кстати, в сентябре, если все будет хорошо, она выйдет в журнале «Симбирск», и вы сможете познакомиться с ней уже в текстовом варианте. А пока она доступна в аудиоварианте, тоже в интернете достаточно легко находится. Здесь тоже нашел отражение мой интерес к заброшенному, таинственному. И я пытался познакомить своих читателей с немного другим ликом, лицом города, который отражается или пребывает в заброшках, коллекторах, в подземном русле реки Симбирка. С одной стороны, можно предположить, что эта повесть непосредственно посвящена Ульяновскому, но это и так, и не так одновременно, потому что все-таки там совсем нет, как бы запараллеленный город, город, находящийся по другую сторону некой границы. Поэтому там, например, Симбирка названа бригадиркой, есть и другие изменения названия. В повести две сюжетных линии, одна связана с молодым парнем, его зовут Рослик, он диггер, трейсер, руфер, паркурщик, то есть вот такие молодежные субкультурные направления, а с другой стороны, молодая исследовательница из Москвы. И тут тоже благодаря этому удается провести две линии, две точки зрения на то, с чем они сталкиваются. Тоже зачитаю очень небольшой фрагмент, это видение того самого парня, Рослика, главного героя, который идет в русло подземной реки, бригадирки, и ищет там на самом деле встречи с умершим отцом, бессознательно. И вот отец как бы ему в видении, после того, как он теряет сознание, приходит. От прикосновения, легкого прикосновения руки отца, Рослику становится хорошо и спокойно. Ему хочется слушать его, внимать каждому его слову, остаться с ним здесь навсегда. В У можно прожить всю жизнь, это говорит отец, и даже не увидеть его второго лица. Каждый божий день мотаться по одному и тому же маршруту. Дом, работа, дом, учеба, туда-сюда, туда-сюда. Глаз замыливается, ты перестаешь что-либо замечать. А что тут замечать? Провинциальное городишко, потертые трамвайчики, облезлые хрущевки, озабоченные спины маршрутиков, и прохожие, прохожие, прохожие. Даже мем-центр тот облезлый. Вся наша жизнь это облезлась из скучной хореографии из одних и тех же движений туда-сюда, туда-сюда. Отец двумя ладонями берет Рослика за подбородок и тянет его голову чуть вверх, чтобы и глаза встретились. Так вот, сын, это не так. Мир другой и У другой. У всего есть свои особенки. До них нужно просто дойти, достучаться, врасти в них. Спроси У, и он тебе ответит. Он любит у тех, у кого сердце исследователя. Город ничего не скрывает от своих жителей и гостей. Он весь как на ладони. Ну, тут вот как раз я говорю об одной из своих главных идей, которые отражены во многих произведениях. О том, что на самом деле чудесное, то, что мы называем сверхъестественным, не нужно искать. Оно, его легко встретить в повседневности. То есть, просто нужно определенным образом настроиться, открыться, и тогда, если ты этого захочешь, если вы этого захотите, это придет. И я как раз в предисловии к этому сборнику говорю о том, что если читатель, прочитав произведение, эти тексты, изменит немного свое мнение о мире, почувствует эту тонкую грань между тем и этим миром, то в какой-то степени моя цель автора достигнута. Еще немного о текстах и тоже об интересах. Одна из повестей, она называется «Перемоделла». Она еще нигде не опубликована, за исключением аудиоварианта. Ну, это такая необычная повесть для меня, потому что это повесть-обещание, повесть, посвященная моему роду, не столько семье, сколько роду. Я ее обещал своему деду, когда беседовал с ним много лет назад, у него уже нет более 12 лет, и смысл даже не рассказать какие-то истории своего рода, потому что, ну, каждому из нас, наверное, хочется в какой-то степени и узнать о своей семье, в широком смысле этого слова, и рассказать об этом. А вот через определенные истории, например, о том, что вот вроде в моем роду была бабка-знахарка, и такая ключевая основа сюжета связана с такой мелодраматической историей, о том, что одна из родственниц попыталась приворожить, присушить парня, и он из-за этого погибает. То есть вот эта странная тяга приводит к тому, что он, окончаясь жить самоубийством, поджигает свою избу, вешается. И вот как бы эта вот линия проходит через весь род, и еще один ключевой образ – образ Перемодела, такого хатонического подземного существа, с которым борется весь род, вся семья. На самом деле она, как бы, это борьба с собственным поклонением, желанием, гордыне. И вот фактически, несмотря на то, что повесть немного мистическая, мистики в ней очень мало, это одна из самых биографических, наверное, моих вещей. Еще один небольшой рассказ, вот чуть-чуть о нем упомянул, называется «Коммунальный еродивый». Он интересен тем, что вот опять продолжение темы, с одной стороны, к таким подвальной тематике, а с другой стороны, это отражение моей работы, бывшей моей работы. Я долгое время работал в газете, связанной с тематикой ЖКХ. Встречался тоже с очень интересными людьми, старшими по домам. Такие уникальные, любопытные, действительно люди, по крайней мере, в Ульяновске. И вот образ одного из них, может быть, даже нескольких, стал прототипом главного героя. Этот человек соорудил в подвале многоквартирного дома целый офис, целый дворец. И, соединяя с детскими впечатлениями, я вот создал такой образ юродивого коммунального, который фактически живет жизнью многоквартирного дома, вот как он называет его, заводом по производству коммунальной жизни. Тут буквально вот маленький фрагмент, чтобы поймать стиль. Юрка давно привык говорить сам с собой. Подвал располагает к размышлениям вслух. Нижняя ХВС немного подкапывает, бормочет он и нежно гладит трубу, по которой в каждую квартиру третьего подъезда бежит поток холодной питьевой воды. Он мысленно проходит весь ее нелегкий путь. Вот на водозаборе, оголовке, торчащем далеко от берега, всасывается желтоватая взвесь волжской воды. Затем, преодолев многочисленные фильтры водоканала, всю эту алхимию песочно-хлорной очистки, поток пересиливает сотни километров и изгибов недавно замененных и насквозь поржавленных труб. И вот она приближается к дому, идет, идет, бежит, звенит и сюда, к нам. Дальше, дальше, наверх, наверх, шепчет Юрка и снова гладит влажный водоносный сосуд третьего подъезда. Еще одна большая, ключевая повесть для меня, она называется, тоже вошедшая в этот сборник, «Догхантер. Радужный мост». Там объединились два моих таких тоже долговременных жизненных интереса. Это, со мной стороны, внимание к людям, которые занимаются спасением бездомных животных. Естественно, я имею в виду прежде всего в Ульяновске, потому что я тут живу, соответственно, общаюсь. Эти люди создают свои группы ВКонтакте, спасают их, стерилизуют, отдают людям добрые руки. И, с другой стороны, линия человека, фактически, маньяка, который по определенным причинам занимается убийством этих животных. Тут тоже фантастического мало и придуманного мало. Интересно для меня, как автора, то, что я впервые попытался поставить в центр отрицательного персонажа, попытался исследовать, почему он к этому пришел и возможно ли то, что его вывихнутая душа изменится. Некоторые из моих первых читателей, моих друзей, все-таки не поверили в возможность этого изменения, но мне кажется, что все-таки я в этой повести не утверждаю этого, что он изменился. А скорее говоря, то, что в нашей жизни возможно переход от полной темноте к таким серым полутонам. Вот в это я верю. И, кстати, основой этой повести послужил в том числе и мой научный интерес. Я несколько лет исследовал кладбище домашних животных. Наш Ульяновский написал достаточно большую научную статью, связанную с этим. И у нас есть два больших кладбища домашних животных в городе. Соответственно, я их описывал. И вот впечатление, эмоциональный заряд, собранный материал, не мог весь войти в научную статью. И вот частично он вошел в эту повесть. Так, ну и, наверное, уже в завершение, так сказать, по крайней мере, об этом сборнике упомяну о рассказе «Обыкновенный спрайт». Опять же, в основе этого рассказа моя научная деятельность. Но это ни в коем случае не означает, что я пишу документалистику. Это все художественные произведения, если мы речь ведем о художественных текстах. Я написал статью, тоже некоторое время занимался исследованием так называемых дримхакеров, то есть группы людей, которые верят в то, что есть так называемые осознанные сновидения, то есть сны, в которых можно осознать себя. Ну, кстати, нужно упомянуть, что сновидением я занимаюсь достаточно давно. В 16-м году была издана книга «Научное соведение в традиционной культуре». Основой ее послужила моя диссертация. Это отдельный разговор. Я этим тоже занимался почти 16 лет. Так вот, в рассказе я говорю и об этих людях, которые пытаются осознаться во сне с помощью специальных техник. И речь идет о... Главный герой там парень, который столкнулся с неким существом, которое дримхакер называет спрайтом. И он как бы с детства начал заикаться и пытается преодолеть это через сновидение. Ну, этому посвящен рассказ. И вообще тема сновидения меня до сих пор интересует. Не случайно до сих пор большое количество людей используют меня как своеобразный справочник по сновидениям. И по знахарям, и по сновидениям. Я пытаюсь от этого отмежеваться, но куда деваться? Научная деятельность, художественная накладывает определенную ответственность. Вот. И завершая, я вот следуя логике сборника, который еще не издан, процитирую несколько буквально мыслей из текста, который называется «Из записных книжек». Там я в основном говорю о творчестве, об особенностях творчества. И, соответственно, некоторые мысли, которые там опубликованы в этом сборнике в будущем, я тоже процитирую. Творческую личность можно сравнить с неравновесной физико-химической системой. Для существенного изменения таких систем достаточно небольшого поселя незначимого фактора. Именно этим объясняется обостренная чувствительность гениев. Например, взять того же Никола Тесла, который воспринимал тикань и часов как удары молотом. Они готовы измениться от небольших потрясений. Нетворческие люди приучили себя к чувственному отупению, достигли излишне равновесного состояния, из которого их можно вывести только катастрофами. Вот творчество нужно и можно воспринимать как умение вызвать серию мини-катастроф и не подчиниться им, а использовать в качестве трамплина. Еще одна мысль, которая тоже в какой-то степени ключевая для моего творчества. У ребенка память выхватывает и оставляет совсем не то, что можно было бы выхватить и оставить, следуя взрослой логике. Например, статуэтка деревянного орла в избе бабушки. Именно такие опорные площадки, столбики, на которых растянута ткань человеческой души, не прагматичные, не имеющие большого функционального значения вещи и остаются в памяти ребенка. И из них-то впоследствии черпается энергия оптимизма для преодоления любых жизненных трудностей. Ну и завершающая такая мысль, фраза, которым заканчивается сборник, которым я в какой-то степени хочу завершить нашу беседу. Путустороннему нельзя задавать вопросы. Оно не любит вопросительных знаков. Оно вообще не любит пунктуации. И я хотел бы также упомянуть, что многие из моих произведений, в том числе вошедшие в сборник, как я уже упоминал, пребывают, так сказать, в аудиоформе. Достаточно известные частицы, например, Олег Булдаков озвучил. Их легко найти в интернете, достаточно набрать фамилию. И, допустим, Евгений Сафонов, аудиокниги. И можно послушать и в таком формате. Кстати, еще одно замечание. С моим другом, поэтом Ульяновским, Андреем Сухловым, мы создали сайт «Уллитка», то есть ульяновская литература. Там представлены произведения многих, ну, немногих избранных писателей и поэтов. В том числе сайт интересен тем, что есть произведения, которые больше нигде не публиковались только на этом сайте. Например, большой сборник Виталия Мусякова, известного поэта. И приглашаю читателей ульяновцев посетить этот сайт. Может быть, что-то вы найдете для себя интересное. Ну, а писателей при желании приглашаю также на наш сайт завести свою страничку. Спасибо. Благодарим Евгения Сафронова за участие в нашей программе. Хочу добавить, что новую повесть Евгения об ульяновской таинственном город У вы сможете прочесть в очередном номере журнала «Симбирск». Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok